Здравствуйте! С вами программа День города. Марина Комиссарова в студии. Сегодня мои коллеги расскажут о главных событиях дня. Смотрите в ближайшее время. Свобода слова недостижима без свободы духа, писал Александр Герцен. Сегодняшний день известен в мире как День свободы печати. Город готовится к главному празднику в нашей стране. О мероприятиях, которые уже стартовали повсеместно, в материалах моих коллег. Орел летел, не перелетел. За старелой лужей во дворе на улице Молодцова занялась городская администрация. Свобода слова недостижима без свободы духа, писал Александр Герцен. Как никто другой, смысл этой фразы в реальности демонстрируют те, кто выбрал для себя профессию глаголом «жечь сердца людей». Те, кто не боясь за собственную безопасность, вещает правду, не всегда и не всем приятную. В 1993 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Владислав Листьев, Анна Балитковская, Владимир Соловьев – легенды, создавшие облик современной журналистики. Глядя на них, молодые авторы не боятся браться за сложные темы, остро высказываться о политике и проводить серьезные расследования. Наш телеканал нередко оказывался на передовой политических событий Рязани. Алена Куколева стала автором цикла репортажей о взрыве на первом осеннем переулке, прогремевшем в октябре 2016 года. Галина Ершова и Анна Герцовская рассказывали о последствиях замены городского освещения. Регулярно мы помогаем зрителям в решении социальных проблем, среди которых хамство сотрудников ЖКХ и бездействие чиновников. А 3 мая, во Всемирный день свободы печати, мы узнали, как выглядят журналисты в глазах рязанцев. Каким должен быть настоящий журналист? Честным, правдивым. Все. Только честность и правда. Больше ничего от них не требуется. Общительный, грамотный, умный. Голову немножко иметь на плечах. Может ли журналист вести скрытую запись? Ну, смотря в каких ситуациях, иногда это бывает вредно для самого журналиста, если узнает человек, которому не стоит это знать. Можно ли снимать людей на улице? Конечно. И можно, и нужно. Только кого помоложе. Ну, я считаю, да. Ну, по их согласию, конечно. Обязательно спрашивают разрешение? Я считаю, что обязательно надо спросить. Ну, нынче законы такие. Ну, вообще по закону мне обязаны спрашивать разрешение, если вы находитесь в общественном месте. Как думаете, чего не хватает в рязанской журналистике? Вот лично вам каких тем хотелось бы больше? Думаю, что всего хватает. Все вроде есть. Можно поменьше такого неинтересного контента, так скажем, а побольше что-то серьезного, связанного, я считаю, с правительством Рязани. Что-то такое. Детям больше пускают передачи таких интересных. Мультфильм у наших русских. Не этих американских, а всяких дебильных. Хотела бы, чтобы побольше хороших эмоций, красивых праздников рассказывали об этом, о молодежи, о детях. Вся наша великая страна готовится к главному дню в году, к цветущему празднику 9 мая. Мы все еще имеем возможность видеть и слышать героев, более 70 лет назад не жалевших своих жизней. Из первых уст о событиях роковых-сороковых в следующем сюжете. 94 года, полтора десятка внуков и жизнь, наполненная миллионом событий. Константин Гришанов с детства мечтал об армии. Дедушка и папа вдохновляли его личным примером. К сожалению, мечта сбылась. В далеком 41-м молодой парень, которому было всего 18 лет, пошел на фронт добровольцем. У меня в плане было быть летчиком. Стал оформлять документы. Говорят, во-первых, возраст не позволяет. Поэтому вопрос сейчас решат, не может решиться. Если хочешь десантником быть, с парашюта прыгать, вот туда мы тебя сейчас пока пошлем. Я говорю, с удовольствием. Они высадились группой из 26 человек прямо на голову немцам. Приземлялись днем буквально на штыки врагов. Выжила лишь половина отряда. Так и познакомились. Легкому и ловкому мальчику товарищи быстро дали ответственное задание и прозвище кошка. Моя была обязанность с крыши броситься на часового, а мои 4-5 человек там сидят в сугробах. И тут же, спасая меня, уничтожают кляп в рот, как говорят немцу. И шума никакого. И я жив, и немцы взяли. Почти полгода Константин Сергеевич провел в тылу врага. Вместе они подорвали железную дорогу, два моста и погубили не одну тысячу врагов. Насыщенная спецоперациями жизнь сейчас вспоминается с трудом. Сказывается возраст, но есть моменты, которые врезались в память. Например, как расстреливали немцев, которые пытались увезти скот у жителей одной из смоленских деревень. Уже святать стало, и они только вошли в село, эти 30 человек на пяти лошадях. Мы встретили огнем. Ну, конечно, мы были вооружены, и все были автобатами стружены. Константину Сергеевичу довелось воевать на двух фронтах. Под Москвой он был десантником, а в Смоленске вошел в состав пехоты. Получил два ранения, лишился ноги. При этом ему одному из первых в стране вручили Орден Красной Звезды – высшую солдатскую награду. Там не чувствую себя ни виноватым, ни каким-то врагом. Для тебя нападает враг. Я ее должен убить. Вот все. Вся встреча в этом заключается. За свою жизнь Константин Гришанов успел освоить не только военное ремесло. На его груди красуются два трудовых ордена – Красного Знамени и Знак Почета. При его руководстве сельское хозяйство Рязанской области стало образцовым, внеся огромный вклад в развитие экономики возрождающейся страны. Ямами в нашем городе никого не удивишь, но порой размеры их поражают. В роли местного водоема уже много лет выступает яма на улице Молодцова. Она долгие годы причиняет неудобства жильцам соседних домов. Но с 10 апреля проблемой решила заняться администрация города. В середине апреля, когда на улице уже растаял снег, дороги нашего города сильно изменились. Главным образом увеличилось количество ям, в которых стала скапливаться талая вода. Но для жителей дома 13-6 по улице Молодцова весна не принесла никаких изменений. Прямо перед окнами их дома вновь привычными красками заиграла лужа. Глубиной сантиметров 10 по ней невозможно ни пройти, ни проехать. А силит ее только внедорожник. В апреле жильцы этого дома рассказали нашему телеканалу историю этой ямы. Вы знаете, вот в детстве моем, не помню, у меня уже 35, а вот последние лет 10. Ну просто какое-то безобразие. Да, на все время здесь. Что и летом, что и осенью, что и весной. Сколько я живу 20 лет, столько и дорог так. Неизвестно, сколько опасностей в своих водах скрывала эта лужа. Камни или даже металлические предметы, которые затаились в яме, представляли большую угрозу для автомобилей. Месяц назад на этом самом месте я мог попросту утонуть. Теперь же мне не позволяет это сделать щебень. С 10 апреля этого года на второстепенной дороге по улице Молодцова начались дорожные работы. Провести их раньше не получалось из-за строящихся многоквартирных жилых домов. После завершения строительства этих домов управление благоустройства приступило к ремонту дорожного полотна. И к июлю месяцу это все будет завершено. Так что наши люди будут скоро ездить по хорошим, красивым, ровным дорогам. Теперь остается надеяться, что новая дорога прослужит очень долго. Мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой смотрите продолжение нашего выпуска. Четырехлетние футболисты боролись за кубок на площадках Рязани. Светит и греет. Сегодня в мире отмечают День Солнца. Город готовится к главному празднику в нашей стране. О мероприятиях, которые уже стартовали повсеместно, в материалах моих коллег. С вами программа День Города и мы продолжаем говорить о событиях среды. 2 мая ТОС Самовский провел праздник, посвященный Дню Победы. Мероприятие стало одним из первых в веренице, посвященных Великому Празднику. Всего таких событий произойдет 10. ТОС Самовский образован в августе 2016 года. Это самое молодое территориальное общественное самоуправление в Рязани. В далеком 1965 году во дворе этого дома была гидплощадка, на которой постоянно проводились концерты. Также местным жителям каждый четверг показывали кино. Но в 90-х площадки не стало. Теперь она утонула в траве. И сейчас люди хотят вернуть жизнь и радость в свой двор. На территории ТОСа уже провели три мероприятия. Жители отпраздновали и 1 сентября, и Новый год, и Масленицу. Притом каждый раз народу становилось все больше. 2 мая жители ТОСа провели мероприятие, посвященное Дню Победы. На него были приглашены все желающие. На весь Самовский наш поселок у нас осталось 5 живых ветеранов, участников войны, и 6 вдов, и 2 труженика тыла. Представляете, вот на такое, ну годы идут. Причем вот мы приглашали всех, но пришли, конечно, немногие по здоровью, они не смогли пойти, но пришли их родственники. Мероприятие проводится при поддержке администрации нашего города. Те мероприятия, которые проводятся к 9 мая, они проводятся по инициативе жителей, большинство силами жителей. И наша задача, как администрация, поддержать эту инициативу. Все лавочки для зрителей были полностью заняты. Местные жители привели и своих детей. А ближе всего к импровизированной сцене сидели вдовы ветеранов Великой Отечественной войны. В руках они держали фотографии своих мужей-фронтовиков. Сегодня комитет территориального общественного самоуправления Тос Самовский рад приветствовать вас на этой встрече, посвященной 9 мая. На концерте выступил хор Тос Самовский, который исполнил песню военных лет. Главной целью мероприятия было вспомнить. Вспомнить, какой ценой нам досталась Великая Победа. Сколько людей так и не вернулись в свой дом. Вспомнить те истории, которые рассказывали солдаты, вернувшиеся с войны. И вспомнить тех, кого с нами нет и больше никогда не будет. У всех, если даже нет близких родственников, но есть соседи. В моем доме Стихеева Анна Яковлевна вдова, а ее муж Стихеев Иванов, Сурков Николай. Я помню в детстве, когда они вносили в поляпы, это было самое детское впечатление. Он играл в тепле и все рады, потому что это был праздник Победы, праздник радости. Но мы должны не только вспоминать все это, но и сохранить каждую историю. И самое главное, передать воспоминания нашим детям и внукам, чтобы знали и они, каким трудом нам досталась эта Победа. В преддверии главного для нашей страны праздника Дня Победы масса мероприятий пройдет в разных учреждениях города. Это не стало исключением и областная филармония имени Сергея Есенина. В прошлом году в Санкт-Петербурге стартовал проект «Рио Рито. Радость Победы». Тогда организаторы решили вспомнить, как праздновали 9 мая в Северной столице в 45-м году. Играл духовой оркестр, а жители, пришедшие в одежде, максимально приближенные к тому времени, танцевали под музыку военных лет. Тогда Санкт-Петербург собрал более 6 тысяч участников. В этом году правительство Северной столицы предложило и другим городам поддержать этот проект. В Рязани на предложение откликнулась областная филармония. И первым делом ее сотрудники постарались выяснить, как праздновали 9 мая в 45-м году в нашем городе. Да, мы нашли очевидцев того времени. И нам рассказали, что в день Победы 9 мая, когда по радио услышали об этом радостном событии, люди выбегали на улицы, рассказывал жительница, которая живет и по сей день на улице Почтовой. Выбегали на площадь Ленина, быстро смастерили подиум концертный. И все, кто желал, пели песни, танцевали, читали стихи. Примерно по этому сценарию и пройдет федеральный арт-проект «Риорит. Радость Победы» в Рязани. 9 мая городской парк и вот этот сквер перед филармонией превратятся в танцевальные площадки мая 1945 года. На них будет звучать музыка 30-40-х годов в исполнении Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова и военного оркестра. Так что в 18.00 9 мая филармония ждет всех желающих. Мероприятие абсолютно бесплатно. У организаторов только одна просьба – постараться нарядиться в стиле 40-х годов прошлого века. Это ситцевые платья, это белые носочки, это кепочки у мужчин. Это, несомненно, военная форма может присутствовать. Мы будем стараться создавать атмосферу. У нас будут продаваться мороженые с кимонопалочки. У нас будет работать буфет в советском стиле. То есть будем пытаться восстановить ту атмосферу того великого дня. Теперь самое главное, чтобы погода не подвела. И в этом случае мероприятие состоится. Но, скорее всего, его перенесут в здание Рязанской областной филармонии. Юные футболисты из других городов собрались в Рязани, чтобы побороться за награды. Среди участников были мальчики от 4-х лет. На турнире побывала наша съемочная группа. В спортивном комплексе «Арена Атрон» прошел второй международный турнир футбольной школы «Юниор». Брянск, Донской, Рязань, Тула, Орел, Ярославль – это только некоторые города, которые стали участниками соревнований. Юные футболисты боролись за кубки и призовые места, а также личные награды – звание лучшего игрока, лучшего нападающего и лучшего защитника. В данном случае у нас турнир идет по четырем возрастным категориям. 2011 год, 2010 год, 2009 год и 2008 год рождения дети участвовали в турнире. Сегодня завершающий день, а играют команды 9-го и 8-го годов рождения. Рязанская команда, в которую вошли спортсмены 2010 года рождения, заняла первое место в золотом кубке. В завершающий день турнира в напряженной встрече победу в своей возрастной категории одержала команда из Тулы. За счетом 1-0 ребята обыграли команду из Донского. Ты забил гол, трудно было забить гол? Да. Ну, спасибо Архиву, потому что он дал мне хороший пас. Турнир очень хороший был. У меня много впечатлений, хорошие команды против нас играли, но мы оказались сильнее. Мне очень нравятся команды сложные. И мы хорошие команды очень, и другие. Я хочу сказать спасибо Тетерину, Никитке. Мальчишки просто взяли своим духом, характером. Они уже не впервые выиграют такие соревнования. Именно юниоры. Мы приехали сюда в ранге победителей. Они молодцы, они прогрессируют, они хотят. Если мальчик занимается спортом, он должен этого хотеть. Среди собравшихся болельщиков, конечно, оказалось много родителей, тех самых детей, которые только делают первые шаги в большой спорт. Многие из них оказались в нашем городе впервые. Но, как и рязанские патриоты, они отметили высокий уровень проведения турнира. Во-первых, в зале понравился паркет очень высокого качества. Чемпионат России, по-моему, на этом играется. И приятно, что и дети наши уже в этом возрасте опробуют такие поля. Система кондиционера будет очень понравилась. Температура воздуха еще увлажняется. Дышать не духоты, ничего нет. Дышится очень хорошо. И детям, тем более, когда они играют, еще в два раза легче, наверное, играть, бегать. Я сам здесь тренировался и играл. И ребенок тоже мой ходил. Здесь, наверное, самая лучшая арена у нас в Рязани. Причем? Она единственная. Хорошая организация, очень такой современный центр. Раздевалки, прием. Есть где посидеть, куда сходить. Спортивный комплекс «Арена Атрон» был введен в эксплуатацию осенью 2016 года. Выполнен по современным международным стандартам и не имеет аналогов в Рязани. Система увлажнения воздуха, покрытие площадки и большой купол над головой. Все это делает игру в футбол максимально комфортной. В скором времени здесь же будет открыта еще одна площадка для тренировки юниорцев. А пока юные футболисты-победители, которые соревновались на прошедшем турнире, будут готовиться к следующему этапу. Он пройдет в Казани. Остальные ребята продолжат улучшать навыки своей игры и дальше, чтобы в будущем занять свое место в известных футбольных клубах в качестве лучших игроков, о чем все собравшиеся юные футболисты мечтают в настоящее время. С сентября 2016 года в нашем городе работает специализированная клиника проктологии и урологии Медлайн. Сюда чаще всего обращаются пациенты с довольно деликатными проблемами, которые врачи и сотрудники центра помогают решить конфиденциально и в кратчайшие сроки. Подробнее о клинике Медлайн в материале Ирины Ковалевой. Сеть клиник Медлайн уже давно и успешно работает по всей России. С сентября прошлого года и у рязанцев появилась возможность доверить свое здоровье профессионалам. Высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование и индивидуальный подход к каждому клиенту – вот слагаемые успеха центра Медлайн, специализирующегося на таких направлениях медицины, как урология, проктология и гинекология. В урологическое отделение клиники обращаются пациенты с такими заболеваниями, как простатит, раннее семяизвержение, нарушение эректильной функции и аденомопростаты. Применение уникальных проверенных методик позволяет уже после первого визита к врачу выявить причину возникновения проблемы и немедленно назначить эффективное лечение, причем не только медикаментозное, но и аппаратное, которое проводится здесь же. Это и лазеротерапия, и электромагнитная терапия, и вакуумная терапия. Также возможно проведение инфузионной терапии лицам, находящимся у нас в клинике. Латексное легирование и лечение с использованием израильских препаратов позволяют специалистам клиники Медлайн в ампулаторных условиях успешно бороться с геморроем, анальными трещинами и другими проктологическими заболеваниями. В нашем центре мы используем современные безоперационные методики лечения проктологических заболеваний, которые позволяют нашим пациентам оставаться в ритмной жизни, обходясь без нарушений трудоспособности. Опытные гинекологи клиники Медлайн помогут женщинам справиться с бесплодием, вылечить эрозию шейки матки, эндометриоз, а также воспалительные заболевания женской половой сферы. Здесь же оказываются услуги по эстетической гинекологии. Стоит отметить, что персонал медицинского центра Медлайн делает максимум возможного для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, начиная с момента записи на прием и заканчивая посещением центра его специалистов. Наверное, именно поэтому клиника Медлайн успешно работает на территории нашей страны и в том числе в Рязани. Можете быть уверены, здесь вам помогут быстро и эффективно решить самые деликатные проблемы. Солнце – ближайшее к Земле звезда. Все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимое для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни. Воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерзших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета и на ней появилась жизнь. Неслучайная мифология большинства народов организована вокруг Солнца. Сегодня, кстати, празднуют Международный день самой близкой звезды. Оно светит, греет, участвует в процессе фотосинтеза, снабжает нас энергией. В конце концов, если бы не оно, не было бы жизни на Земле. Сегодня отмечается Всемирный день Солнца. Солнце является ближайшей к Земле звездой. Все остальные расположены на большем расстоянии от нашей планеты. Земля, как известно, вращается вокруг него. Наша планета возникла около Солнца. И жизнь на ней зародилась тоже во многом благодаря ему. Помимо всего прочего, Солнце является мощнейшим источником космической энергии. Оно дает нам свет и тепло, которое необходимо не только людям, но также растениям и животным. Без Солнца у нас не было бы воздуха и воды, ведь тогда воздух превратился бы в жидкий азотный океан. Все воды бы замерзли, а суша обледенела. Солнце дает людям возобновленную энергию, которую легко использовать. Кроме того, такая энергия не образует токсичных и радиоактивных отходов. Гидроэлектростанции, ветровые станции, чем мы пользуемся, угольные и прочее – это все, что было законсервировано, вся энергия Солнца. Европейское отделение Международного сообщества солнечной энергии в 1994 году решило создать праздник День Солнца. Это было сделано с целью привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии. На самом деле Солнце светит обеловатым светом, но проходя через атмосферу Земли, он становится желтым. Самая распространенная теория возникновения Солнечной системы гласит, что к ее формированию привели взрывы одной или нескольких сверхновых звезд. А во времена, когда космические корабли уже практически бороздят просторы нашей необъятной Вселенной, можно полететь и к Солнцу, чтобы его изучать. Правда, в этом нет никакой необходимости. Полететь могут, почему не могут, но включают там, допустим, орбиту Меркурия, достаточно близко приблизиться, для того, чтобы детально рассмотреть. Но в этом нет необходимости, потому что оптические средства вне атмосферной, которые орбитальные, вот эти комплексы, ну, их уже достаточно много. Еще в 60-х годах прошлого века начали запускать орбитальные солнечные обсерватории, которые следуют Солнцем достаточно детально. Впрочем, наблюдать и за нашей главной звездой можно и Земли. Правда, делать это непосредственно в телескоп нежелательно, равно как и просто смотреть на Солнце. Для этого существует специальное оборудование, безопасное для глаз человека. А вот изучают Солнце в том числе и для того, чтобы точнее предсказать погоду. Солнечный ветер, который воздействует на магнитосферу Земли, он напрямую и косвенно в том числе влияет на развитие циклонов. Ну и, конечно, не будет Солнца, не будет и жизни на Земле. Впрочем, исчезнет она еще задолго до того, как звезда потухнет. По классическим представлениям, каждая звезда проходит стадию расширения. Количество водорода, участвующего в процессе выделения энергии, уменьшается, а количество гелий увеличивается. Вследствие чего нарушается равновесие, и звезда начинает распухать. В итоге плотность солнечного ветра вырастет, а температура на Земле зашкалит, поднявшись до сотен градусов по Кельвину. Благо, произойдет это еще не скоро. Ну, пару миллиардов еще протянем. Пару миллиардов? Ну, и это. Может больше, может меньше, никто же не знает. К 9 мая готовится весь город, в том числе политические партии. Яркие мероприятия готовят и рязанские коммунисты. Дорогие рязанцы, обком КПРФ поздравляет вас с Днем Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне. И сегодня мне хотелось бы напомнить всем, за что воевали на фронтах наши отцы и деды, за что днем и ночью трудились в тылу. За то, чтобы бесплатными были образование и здравоохранение, чтобы нормально работали заводы и фабрики, чтобы развивалась наука и промышленность, чтобы достойными были зарплаты, пенсии и стипендии. Помните, как в сложное послевоенное время, время восстановления разрушенного войной народного хозяйства, при Сталине, цены ежегодно снижались. Вспомните и приходите 9 мая на Площадь Победы под красные знамена. На сайте телекомпании «Город» теперь вы можете видеть круглосуточное онлайн-вещание телеканала «Городской». Кроме того, прямая трансляция с площади Ленина ведется 24 часа. Благодаря этому вы сможете наблюдать Парад Победы 9 мая, не выходя из дома, на сайте город62.тв. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова